Севастополь Церемония захоронения прошла по воинскому ритуалу. Капсулу с землёй из села Верхнесадовая заложили в сопровождении салюта тремя ружейными залпами. Когда погибают моряки, погибают лётчики или космонавты, или погибают военнослужащие, которые вызывают огонь на себя, отец погиб при прямом попадании снаряда. Поэтому мало что остаётся, и потом война вносит свои коррективы. Бывает трудно потом идентифицировать место захоронения. На мемориальном кладбище в посёлке Дергачи ежегодно проводятся церемонии захоронения найденных поисковиками останков советских солдат. Кладбище растёт, несмотря на то, что многие из тех, кто обрели здесь последний покой, погибли десятки лет назад. Мой дедушка был старшим политрукомом Горпищенко, полковник Горпищенко. И он специально выбрал это место недалеко от дороги по просьбе самого командира. Потому что когда закончится война, так решили тогда ещё, в 1941 году, люди, которые путешествуют по дороге, должны были поглониться погибшим в 1941-1942 году в Севастополе. Михаил Черноусов посмертно награждён Орденом Красного Знамени. В его батальоне пять человек получили звание Героя Советского Союза. Все они захоронены на этом мемориальном кладбище. Капсулу с землёй с места гибели капитана заложили рядом. На этом же месте установили и памятник Михаилу Черноусову. Василий Косенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Дмитрий Лелека, Севастополе.